Игромания представляет Каждая из этих игр получала какую-нибудь особенность, которая меняла привычный геймплей и позволяла по-новому взглянуть на серию. И вот в конце апреля для Nintendo Switch выпустили улучшенную версию Mario Kart 8 с подзаголовком Deluxe. Обладателям Mario Kart 8 Deluxe повезло. В отличие от Mario Kart 8 для Wii U, здесь не нужно открывать персонажей. С самого начала доступны все 42 гонщика. Начать играть очень просто. Достаточно выбрать персонажа, затем подобрать для него средства передвижения, колеса и планер. Новинка Deluxe версии — автоускорение, при котором не нужно постоянно держать кнопку А. Эти функции подойдут для тех, кто планирует играть в Mario Kart с маленькими детьми. Единственная проблема со смарт-управлением и автоускорением — они включены по умолчанию. И об этом нигде не говорится. Так что если вам эти функции не нужны, не забудьте выключить их. В Mario Kart 8 Deluxe есть четыре одиночных режима — локальный мультиплеер, онлайновый мультиплеер и беспроводная игра. Оттачивать свои навыки лучше всего в одиночных гран-при — на время, гонке и бою. В шаробое к гонщикам прикреплены воздушные шары. Лопайте их у противников, чтобы победить. Погоня с пираниями — разновидность догонялок с полицейскими и ворами. В режиме «Время-деньги» победит тот, кто соберет больше всего монеток. А в «Фейстафете» нужно захватить фею солнца и удерживать ее у себя, пока не кончится время. Во всех этих режимах можно играть как в одиночку, так и в мультиплеере. Всего в игре 48 трасс, оригинальные локации Mario Kart 8 и переделанные маршруты из предыдущих игр. К сожалению, полноценных новых треков в делюкс-версии не добавили. Правда, заметят это лишь те, кто играл в Mario Kart 8 на Wii U. Mario Kart не был бы самим собой, если бы не предметы. Их применение — ключевой элемент геймплея. Всего предметов в игре 23. 22 из них вы сможете использовать в гонках, а 23 только в режиме «Бой». В отличие от Mario Kart 8, в делюкс-версии гонщики могут взять по два бонуса, а не по одному. Какие-то из них дают скорость, какие-то защищают, какие-то атакуют. Всегда нужно думать, стоит ли использовать предмет сейчас или придержать его ненадолго. Nintendo хорошо следит за балансом. На первом месте вы почти не будете получать ускоряющие предметы, как и защитные. Благодаря особенностям Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe приобрела широкий спектр мультиплеерных возможностей. Если хотите, играйте с одной консоли вчетвером, соедините 8 Switch в локальную сеть или вообще выходите в онлайн и там поднимайтесь в рейтинге. Но за одним Switch нескольким людям лучше всего играть в ТВ-режиме. Если вдвоем еще можно склониться над планшетом и нормально ездить, то когда 6-дюймовый экран делится на 4 части, изображение становится слишком мелким. В этом смысле удобнее всего играть при локальном соединении. Правда, посреди гонки часто появляется окошко «Ошибка связи», а затем игрок вылетает. Остается только пересоздавать гонку, иначе летун не сможет зайти обратно в лобби. Такое, к слову, встречается и в онлайне, но, несмотря на вылеты, там играть невероятно приятно. Каждый персонаж имеет свою характеристику, а машина, колеса и планер влияют на нее, поэтому придется искать комфортное сочетание всех параметров. Хотя, конечно, можно и подсмотреть топовые сборки в интернете. Дело усложняет то, что характеристики гонщиков скрыты от игроков. Чтобы узнать точные параметры персонажей, придется поискать на фанатских сайтах. Одна из основных механик в игре — дрифт. Это прием, который в длительном управляемом заносе вызывает из-под колес машины сноб искр. Раньше он давал два вида искр — голубые и оранжевые. В Mario Kart 8 Deluxe добавили третью разновидность — фиолетовые, которые можно получить в более продолжительном заносе. Еще одна интересная механика — ветер. Если вы будете некоторое время следовать за соперником достаточно близко к нему, вокруг вашего персонажа на несколько секунд появится вихрь ускорения. Очень полезная вещь, особенно когда требуется догнать противников, а вам никак не попадаются подходящие для этого предметы. Есть в Deluxe и антигравитация. Ее легко увидеть на трассе. Переход обозначен синими полосками, за которыми вы можете передвигаться по стенам или по потолку. К тому же в зоне антигравитации полезно толкаться с другими гонщиками. При столкновении каждый из вас получит небольшое ускорение. Deluxe-версия работает в 1080p при 60 кадрах в секунду в ТВ-режиме. Это гораздо больше, чем выдавала оригинальная версия. Она работала в 720p. Сильно сократилось время загрузки — с 22 секунд до 9. В общем, если у вас не было Wii U, но есть Switch, эту игру стоит купить. Как и в случае, если вы уже играли в обычную Mario Kart 8. В Deluxe-версии геймплей достаточно изменился, чтобы игра стала новым опытом. Соберитесь с друзьями, включите Mario Kart, и реальная жизнь точно будет забыта на долгие часы. Игромания рекомендует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова